Под мостом стучат поезда, по мосту бесконечный поток машин, в том числе тяжелых грузовиков. Эту переправу через овраг и железнодорожные пути построили ровно 50 лет назад. Именно столько и должны служить железобетонные мосты. Петр Дултаев пришел сюда с плохими новостями. Дорога с Химаша на светских строй становится длиннее. Мост в аварийном состоянии, есть по нему смерти подобно. Мост, особенно некоторые его конструкции, находятся в аварийном состоянии. Это значит, что немедленно нужно закрывать мост, стало быть, дорогу. Поэтому вот с нуля часов сегодняшнего дня или завтрашнего дня мы дорогу закрываем. Прочность бетонных конструкций следовал Валерий Мирский. Он объясняет, здесь и невооруженным глазом видно. Стойки кривые, ригель крошится, как булка позавчерашнего хлеба. В трещинах практически все конструкции. Самая проблемная вот эта стойка. Она треснула по всей длине. Из 14 арматурных стержней 5 больше ничего не держат. Существует реальная угроза того, что потеря устойчивости всей стойки. Следующая стойка у нее наклонные трещины в опорной части. То есть это свидетельство о нормальном, что это силовые наклонные трещины. Больше. Ну и так далее. Есть отслоение. То есть арматура не защищена бетоном. Она ржавеет, она отрескивается, отходит. Скорее всего, у этого моста родовые травмы. В 68-м году его строили так называемым хозспособом. Грубо говоря, кустарно, силами местных предприятий. На одном нашли бетон, с другого привлекли рабочих. Ригели и стойки опор заливали на месте. Отсюда их низкое качество. Стойки выполнены так, что у них смещение арматуры просто как систематический дефект. То есть на каждой стойке сверху, как она заливалась, сантиметров 10-12 до арматуры. А снизу сантиметров от 2 до 6. Соответственно, они все работают с эксцентриситетом. За 50 лет эксплуатации мост ни разу не ремонтировали капитально. А надо было сделать это в 93-м, на 25-м году жизни. Путепровод медленно разрушался, пока трещины не стали слишком велики. По одной из версий, мост могла добить перегруженная фура. Арматура в трещине самой проблемной стойки без следов коррозии. То есть дефект появился моментально. Возможно, из-за резкой и слишком большой нагрузки. За выходные бетонный столб укрепили металлическим каркасом. Тогда еще была надежда, что ремонт поможет. Но специалисты мост приговорили. Ремонт бесполезен. Балки, ригеля, стойки, опоры, они все трещат. Мы очень детально проходили на минувшую неделю в пятницу. Я, честно говоря, надеялся, что, может быть, мы вместе с специалистами примем какие-то меры, усилия, отремонтируемые. Но вывод однозначный, что это невозможно. Будем строить, по сути дела, новый мост. Тут ремонтировать нечего. Примерная стоимость нового моста – 120 миллионов рублей. Работать будет та же компания, что строила мост на улице Титова. Длина этого путепровода – 46 метров. Это меньше объекта в районе ДСК. Но работам будут мешать поезда. Составы здесь проходят довольно часто. Сложности добавят и теплотрассы, питающие химаш. Скорее всего, мост будут разбирать сверху. Загнать тяжелую технику во враг не получится. Помешают все те же пути. Из-за закрытия моста изменяются маршруты общественного транспорта. Самый востребованный здесь 10-й троллейбус заменят на автобусы по таким же номерам. Трасса десятки пройдет через северный обход Саранска. По Кострово до Типичного кольца. Далее по северному обходу. С левым поворотом на Александровское шоссе. И с выходом на улицу Ладыгина. Дальше по существующей траектории. Автобусы будут взяты с маршрута номер 6. На маршруте номер 6 будут работать троллейбусы, которые будут взяты с маршрута номер 10. То есть будет произведена такая замена. Пассажиры от этого не пострадают. Все будет происходить в таком же штатном режиме. Этот мост далеко не последний проблемный в Саранске. Чуть дальше в сторону Химаши есть его брат-близнец. Построенный примерно тогда же и примерно так же. Пока его состояние не аварийное, но предельный срок эксплуатации близок. Да и Химашский мост не молот, и его тоже скоро придется сносить и на его месте строить новый. Путепровод на северо-восточном шоссе планируют открыть в декабре. Евгений Симкин, Александр Данилов. Наши новости.